Жилищно-коммунальное хозяйство на неделе попало в центр внимания российской внутренней политики. Главный коммунальщик страны, министр Михаил Мень, заявил о том, что крупные проекты ЖКХ могут быть включены в так называемое проектное финансирование и кредитоваться не под огромные нынешние проценты, а всего-то под 9 годовых. Поступают предложения по программе импортозамещения снизить процент вообще до 5. Это сразу же привлечет и новых девелоперов, ну так называют тех, кто создает новые объекты недвижимости, и дополнительных инвесторов. Это очень-очень важно для Кузбасса, где на неделе прошел сибирский форум, посвященный эффективности управления ЖКХ. В области есть чем поделиться со всем округом. У нас и тарифы держат, и успешный опыт по переселению из веткового жилья, по массовому капремонту многоквартирок, энергосбережению, ну и, естественно, по привлечению частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру. Специально прибывший из Москвы заместитель министра ЖКХ Андрей Чибис очень въедливо инспектировал Кузбасс целых два дня и потом удивлялся не только современнейшему оборудованию, стоящему на вооружении передовых коммунальщиков области, но и социальной защите. Ну а социальная политика вообще кузбасский конек. Алексей Стоянов уже в спокойной обстановке повторил маршрут московского гостя и понял, что его так поразило. Аварийная бригада – коммунальный спецназ. Должны быстро прибыть на место, развернуться, выполнить задачу и вернуться на базу. Бойцы Кимвода используют новейшее вооружение, каналопромывочная машина помогает устранить засор в трубе в считанные минуты. Гидродинамическая технология пришла на смену тяжелому ручному труду. Каждый год приходит техника новая, приходится ее изучать, потому что с каждым годом все технологии новее и новее получается. И как бы приходится с каждым годом с новой техникой все это осваивать. Хорошая форма в 30-градусный мороз для бойцов аварийной бригады так же важна, как и для настоящих военных. Сражения за надежное водоснабжение и канализование не всегда заканчиваются так быстро, как сегодня. У Казакова надежный тыл. С передовой возвращается в уютную трехкомнатную квартиру. Купить собственное жилье помогла уникальная программа группы компаний «Скэк», куда входит Кимвод. 6% от ипотеки за сотрудника оплачивает предприятие. Получается, что вместо 17 тысяч в месяц семья платит всего 10. Спасибо огромное руководителям Кимвода за то, что они оказывают поддержку своим сотрудникам. А также у них существуют хорошие программы. Мы отправляем детей своих в лагеря и оплачиваем путевки всего 10%. Льготы на уровне социальной поддержки в силовых структурах. Отпуск до 50 дней, санаторно-курортное лечение, обучение в вузах, поддержка одаренных детей. Сегодня в Кимводе с гордостью говорят, что работа в компании позволяет строить карьеру и планировать жизнь на годы вперед. Стабильность – это самое главное. Стабильность – это, наверное, золотого стоит. Когда люди знают, что, допустим, в определенное время тебе перечислят твои заработанные деньги, это классно. Кемеровская область в Сибирском федеральном округе – передовой отряд по развитию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на неделе говорили на совещании с участием сотрудников правительства Российской Федерации. Замминистр Андрей Чибис отметил униформу бойцов коммунального фронта, технологии, льготные программы и обещал приводить в пример узбасский опыт. На место сантехников с перегаром в кирзовых сапогах приходят активные, молодые, современные ребята, потому что отрасль становится высокотехнологичной. Отрасль становится современной. Рабочая профессия сродни профессии военного. Их работа, может, и незаметна, но крайне важна для любого государства. Отрасль ЖКХ базовая, и сегодня в непростых экономических условиях много говорят о ее развитии. А значит, хорошие слесари, монтажники, сварщики будут всегда востребованы. Значит, успешны. Алексей Стоянов, Александр Буленок, Павел Чернягов. Вести Кузбасс. События недели. Субтитры создавал DimaTorzok